Что делают страны для реализации цели устойчивого развития? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала важно понять, каковы различные этапы осуществления этой международной повестки дня на национальном уровне. Прежде всего, цели устойчивого развития должны быть включены в национальную политическую повестку дня, то есть отражены в политике высокого уровня. Это может быть выражено, например, путем упоминания целей устойчивого развития в поступлениях премьер-министров или президента республики, а также участием политиков высокого уровня в национальном политическом форуме на высоком уровне, который проводится ежегодно в ООН, и на котором проводится нечто вроде обзора того, что делают разные страны в плане реализации целей. Ситуация сильно отличается у страны к стране. Мы видим, что некоторые правительства обсуждают цели устойчивого развития и делают их реальным политическим приоритетом, так обстоит дело на Преословении, где премьер-министр регулярно упоминает цели устойчивого развития в своих выступлениях. Напротив, в других странах цели устойчивого развития учитываются в меньшей степени в качестве политического приоритета. Вторым этапом внедрения цели устойчивого развития на национальном уровне является определение институциональных рамок. Действительно, одним из ключевых принципов цели устойчивого развития является обеспечение согласованности между различными целями. Для этого государства зачастую применяют институциональные механизмы, обеспечивающие согласованность между ведомствами. Например, в Норвегии каждый министр несет ответственность за реализацию одной или нескольких целей устойчивого развития, но обязан вместе с другими министерствами подтвердить, что политика разных министерств и ведомств не противоречит достижению цели устойчивого развития, за которые он отвечает. Еще один вариант решения, также обеспечивающий согласованность осуществления, заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы повестка дня на 30-й год была возложена на премьер-министра или президента республики. Так обстоит дело в Мексике, где ответственность за осуществление этой повестки дня обеспечивается администрацией президента. Третий этап реализации – проанализировать ситуацию и попытаться оценить, в какой ситуации находится каждая страна по отношению к задачам, поставленным целями устойчивого развития. Это также называют в англоязычной терминологии цель устойчивого развития гопаназом. На экране вы видите результаты такой оценки для Франции. Тим образом, зеленым цветом отмечены тенденции, где тенденции у Франции достаточно благоприятны, и поэтому они, возможно, будут достигнуты к 30-му году. Оранжевый цвет соответствует целям, где тенденции благоприятны, но требуется дополнительная работа, чтобы цели устойчивого развития были достигнуты к 30-му году. Наконец, красным цветом обозначены цели, для которых тенденции неблагоприятны, и достижения которых, вероятно, потребуют больших политических усилий. Эти отчеты о ситуации также дают возможность определить имеющиеся стратегии и стратегии, вносящие вклад в цель устойчивого развития с тем, чтобы определить пробелы, а также увязать существующие стратегии и политику. Это пункт 4, который вы видите на диаграмме. С этой точки зрения Словении очень интересный пример. Фактически, Словения приняла в 2017 году новую стратегическую стратегию национальную, стратегию развития. В ходе этого процесса она обеспечила соответствие этой стратегии и цели устойчивого развития. Вы видите на экране таблицу, показывающую соответствие между целями, принятыми славянской национальной стратегией развития и различными целями устойчивого развития. Наконец, последний момент, который должен быть учтен разными странами, это объединение усилий частных и неправильственных акторов в осуществлении цели устойчивого развития, в частности парламентариев, а также местных органов власти, с тем, чтобы убедиться, что цель устойчивого развития притворяется в жизни на местном уровне, а также бизнеса и неправильственных организаций. Что касается парламентариев, то интересным моментом является увязка цели устойчивого развития с процессом утверждения госбюджета. Действительно, мы видим, что все больше стран проявляют интерес к этому вопросу и пытаются сделать так, чтобы цели устойчивого развития больше обсуждались при утверждении бюджета. Например, Мексика попыталась начать работу по определению статьи бюджета, которые соответствуют различным целям устойчивого развития. Этот график показывает, что Мексика тратит много средств на цель устойчивого развития 16, касающиеся правосудия и государственных институтов. С другой стороны, она тратит гораздо меньше на цель устойчивого развития 6, который касается доступа к питьевой воде и канализации. Таким образом, парламентарии во время утверждения госбюджета смогут оценить, вносит ли проект бюджета вклад в достижение цели устойчивого развития или нет. Что касается участия местных властей, мы можем привести пример Афганистана, который планирует использовать сетку для чтения цели устойчивого развития для отбора проектов из провинций, в которых запрашиваются государственные финансовые поддержки. Наконец, в отношении частных акторов бизнеса и неправительственных организаций, страны создают институциональные механизмы для привлечения их к обсуждению. Например, в Мексике создана платформа, объединяющая 80 предприятий для реализации цели устойчивого развития. В Сьерра-Леоне национальный комитет по осуществлению целей устойчивого развития включают как предприятия, так и неправительственные организации. Однако эта деятельность является лишь малой частью той деятельности, что осуществляется с предприятиями и НПО для содействия внутренних целей устойчивого развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова